Гена, что у нас такое перед глазами? Вот я вижу банку майонеза. Я должен сказать честно, поскольку я на сегодняшний ужин готовил чайпино, а это явно не чайпино, это будет рыба в майонезе, я не знаю, честно говоря, это Светочкино изобретение, поэтому я ничего об этом говорить не могу. А почему не чайпино, если мы собирались? А чайпино я уже сделал. Пока вы, ребята, играли, чайпино я уже сделал, вон целая кастрюля чайпина стоит. То есть фактически это просто рыба в майонезе? Это фактически рыба в майонезе. Нас научили ее готовить на Аляске. Вот. Да, это правда, это было. Так, Светочка, ты делаешь просто простой салатик, я думаю, что... У моего собственного изобретения, да. В чем изобретение? Вот капусту ж ты не изобрела, помидор тоже. Нет. Изобретение состоит в том, что соль и уксус яблочный перемешивается только с капустой, а все остальное нарезается без всякой соли и без всего. Так. Но за счет того, что капуста соленая и все остальное... Не поняла, капуста почему соленая? Потому что я ее посолила и немножко полила яблочным уксусом. Вот этот салат совершенно получается необыкновенный. То есть это фактически рацуха такая, распредложение. Ну, поскольку я не умею по рецептам делать. Где у нас этот чаопино? Там дорога, кастрюлька. Кто-то говорил, что кастрюля маленькая. Так. Вот небольшая кастрюлька, друзья, ничего себе. Этот чаопин. Тазик. Да, тазик. Ты сделал из итальянского блюда китайское. Чаопин. Чаопин. Итальянское блюдо. В чем смысл? Я понял, что там много томата, судя по цвету. Да. Это томатный сок. Томатный сок. На основе томатного сока и там еще некоторых добавлений. Так. Вот. Отдельно варятся любые виды сифуд. То есть морской. Морепродукты. Морепродукты. Да, да, да. Морепродукты. Значит, там есть гребешки, там есть просто рыба, там есть ракушки разного вида. Там есть шримп, сейчас как шримп по-русски. Креветки. Креветки, вот. Там есть креветки. В общем, там есть все. Сначала готовятся, провариваются все морепродукты. Вот. Потом быстренько должна вскипеть. Чуть-чуть вскипает, только начинает кипеть и сразу выключаем томатный сок. Вот. Нельзя делать на чистом томатном соке, немножечко разбавляется с водой. В соотношении, идеальное соотношение на две трети, на две трети томатного сока, одна треть воды. Но иногда можно сделать и 50 на 50. В общем, ничего страшного. Вот. И потом все морепродукты промываются, когда они готовы. Так. Они промываются в проточной воде. Вот. И в закипевшую воду и томатный сок, вот это вот варивание, вот все это добавляется туда. Ему нужно только дать закипеть. Чуть-чуть посолить, немного поперчить. Порезать целый лимон мелкими долечками и на квадратике. Вот. Высыпать это туда. До этого мы ремонта собрали туда. Вот. Это же не просто так. А потом, когда все это закончится, когда начинает уже кипеть, туда всыпается тертый сыр. Ага. Вот и все. Сыр растворяется и все нормально. И чай пина подогревается, если вот как у нас пауза возникла почти часовая, между готовностью и поеданием. Разогревается, разливается по тарелкам и радостно кушается. Все. Хорошо. То есть, я чувствую, что многие наши зрители уже почувствовали в себе какой-то позыв или, я бы сказал, импульс. Да. Импульс. Приготовить чай пина. Да. Ну или, например, вот рыбку я... Тоже неплохо. Тоже неплохо вот так. Главное, потом ничего не делать с ними. Я хотел сказать, главное, руки не мыть, а можно... А вырезать. Ну, жалко же этот самый майонез. Вы видите, друзья, как разливается супчик. Вот он тут разливается. Там пять тарелок уже стоит, да? Пять тарелок есть. Я вижу море продукты. Я вижу море продуктов. Да. Да. Хорошо. Это шестой. Это шестой. Остальное добавка. Так. Значит, у нас есть бутылочка. Сейчас есть его надо. Бутылочка итальянская. Поверни, пожалуйста. Я не знаю, где я сижу. Итальянского. Ну и беленького. И фактически мы так почти приблизились. Здесь вот у нас салат. Для тех, кто хлебушек есть, у нас есть хлебушек. Зачем тут виноград? Я думаю, ну, лежит и... Не-не, а зачем? И мало ли кто вдруг захочет. Ну, как ружье. Когда есть, значит, выстрели. Так и виноград. Вот. Вот оно. Момент истины. Да. Я думала, даже поделюсь. Друзья, покажите детям, как наливает вино Гена. Как бутылочку подворачивает, понимаете? Вот это очень важно. Вырастет человек и не знает, как бутылочку подвернуть. Вот в какую сторону и подворачивает, да? А у нас еще и здесь диковинная открывашка есть для виноград. Вот швот нам две садочки. А это мы что-то? Добавка какая-то. Это добавка. Чтобы не оставалось. Для тех, кто... Это для помощи. А мне не надо. Я знаю. Разолью. Разолью. Даже не сомневайтесь. Торога. 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 Торога.